Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать! Меня зовут Анна Хасина, и вы присутствуете на круглом столе, одном из серий, и сегодняшний круглый стол посвящен коммуникации в пульмонологии. Рада приветствовать сегодняшних гостей. Андрей Георгиевич Малявин, генеральный секретарь научно-медицинского общества терапевтов. Андрей Георгиевич, много регалий, буду долго перечислять. Можно не пришли? Нет уж, позвольте. Профессор кафедры афтезиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова, главный нештатный специалист по пульмонологии Центрального федерального округа. Виктория Анатольевна Попова, рада вас приветствовать сегодня. Врач-пульмонолог целых трех медицинских учреждений сразу. Это Московский научно-клинический центр имени Логинова, это GMS-клиник, правильно излагаю? Да. И Всероссийский центр медицины катастроф. Здравствуйте, очень рада, что вы нашли возможность прийти сегодня. Наверное, самый общий хотел бы вопрос задать. Первый, Андрей Георгиевич, вам, вот если мы говорим про пульмонологию, про коммуникацию, почему вообще этот вопрос актуален, на ваш взгляд? Вопрос очень актуален, потому что в пульмонологии есть ряд заболеваний, как, впрочем, на других областях. Есть ряд заболеваний с хроническим течением, требующим регулярной базисной терапии. Сейчас особая проблема – это как обеспечить эту базисную терапию, убедить больного следовать рекомендациям. Такое слово compliance хорошо известное, то есть ответная, так сказать, реакция. И просто приду очень простой пример. Уже много лет на рынке такое количество лекарств, в общем, в 95% случаев мы можем контролировать, но при этом, как показал недавнее исследование европейское, только 45% следует рекомендациям. Пациенты с бронхиальной астмой? Да, хотя всегда считал, что это пациенты с высоким комплаенсом. Ну вот, это такая отдельная серьезная проблема. Удивительно, мне тоже казалось, что пациенты с бронхиальной астмой существенно более привержены комплаенсу, привержены терапии, чем, например, пациенты с хронической обструктивной болезнью легких. Я знаю, что было скандинавское исследование, которое показало, что только 37% пациентов с Хоббл, например, готовы отказаться от курения. Это очень оптимистично, да. Даже так? Очень оптимистично. Это только в Скандинавии может себе такое позволить. По вашим ощущениям, если мы берем российский реальный? Реальный, если человек уже сформированной зависимостью, 10%, может быть, 15% из сигарет подорожают. Потрясающе. Это их не останавливает, да, я совершенно согласна. И проблема комплаенса для ваших пациентов также актуальна? Более чем. То, что мы получаем их на разных этапах. И стационар, дальше идет КДЦ, и те, кто замыкает этот круг. То есть у нас должна быть верственность. Поэтому очень существенно, когда комплаенс и с больными, и между врачами. То есть с такой точки зрения. Как проявляется отсутствие комплаенса или дефицит комплаенса? Вот как вы, как врач, с этим сталкиваетесь? Ну, не выполняются врачебные назначения. И честно так и говорят, нет, мы не делали. Вы понимаете, тут не такая простая ситуация, потому что не только вина пациента, что он такой непослушный, но это вина и врачей, которые зачастую дают не очень правильные рекомендации. Ну, например, если мы уже говорим о басме, не научили пользоваться ингалятором. Просто почитайте инструкцию, давайте идите. Значит, ни слова не сказали о создании благоприятной микросреды дома, по крайней мере. Значит, вот эта вещь, которая сталкивается, к сожалению, во врачебных рекомендациях. Вы там подышите месяц-два, а потом мы отменим. Хотя ни в одних рекомендациях отмены никакой не предусмотрено. То есть есть вот такие вещи. Но, возможно, это некоторое лукавство со стороны врача. Пациенту, может быть, достаточно тяжело привыкнуть к мысли, что вот отныне и пресно, и во веки веков он будет вынужден пользоваться. Понимаете, в чем дело? Вот в этом и функция коммуникации с пациентом. Надо честно сказать, объяснить, рассказать, почему это нужно. Вот у меня приходит больной с астмой, я говорю, уважаемые, это неизлечимое заболевание. Это очень хорошо лечимое заболевание, позволяющие контролировать. Если вы не контролируете заболевание, оно будет прогрессировать быстро, медленно. Мы этого не знаем. Ну, вернее, предполагать можем, но не знаем точно. Если вы лечитесь, выполняете рекомендации, значит, вас ждет успех, вы полноценный человек. Плюс еще один нюанс есть, тоже это отдельная проблема, если мы сейчас затронули проблему астмы, это безудержное применение короткодействующих броковышляющих препаратов, которые, естественно, быстро помогают. И революционное, я считаю, событие произошло на последнем конгрессе респираторном в Мадриде. Были приняты новые рекомендации Джина-19, где практически констатируем полный отказ от короткодействующих организма. Вот как? Именно потому, что летальность от астмы небольшая, но это летальность, в основном, дети, подростки, которые не получают болезненной терапии, а просто от случая к случаю полис ингалятора. Но наступает момент, когда безудержное применение с превышением дозы, и умирает он не от удушья, умирает от фатального нарушения ритма. Поэтому мы сейчас уходим от короткодействующих ингаляторов. То есть вот вам проблема одна из, она решается. Хорошо, к вам приходит пациент, который много-много лет пользовался, ну, например, короткодействующими ингаляторами. Может такое случиться? Ну, не должен, но приходит. И говорит, Виктория Анатольевна, ну, вот, позвольте, я буду продолжать пользоваться ровно тем, чем привык. Ну, как раз процесс взаимодействия-то идет, что пациент будет вести свою политику, и задача врача уже дальше переломить ситуацию в пользу, ну, правильного, скажем так, тактики. Как это сделать? Вот к вам приходит пациент, сколько у вас времени на прием? Вот это самое как раз засады наступает. То есть, я считаю, что большой процент неудач коммуникации из-за отсутствия времени на приеме у врача с работой с пациентом конкретно, не только в плане первичной диагностики и дальнейшего объяснения, элемент от того, что сейчас нам перечислили, у нас фактически нет времени это больному объяснить. А сколько у вас есть времени? Ну, сколько? Это 13, 15, 30 минут? 30 минут, ну, вообще ограничивают в основном до 20 минут прием узкого специалиста. За это время нереально собрать у первичного больного, который не очень, кстати, комплоентен, может оказаться, что очень много перекреста и астмы, хопла идет, вот, и пациенты приходят зачастую, неподготовленные консультации специалиста и постановка диагноза, или первичного, или вторичного, она тоже занимает время с оценкой документации и вообще принятием решения даже врачом. Следующий этап, донести это до больного, это отдельная будет песня, потому что приходят и пожилые, и те, кто настроен, как бы мы много чего знаем, мы читаем в интернете. И навязывание своих позиций, у них очень так, перелом ситуации через колено, он тоже должен идти достаточно быстро и жестко. Звучит пугающе. Нет, а нет времени фактически больному разжевывать каждый, что не надо спать с кошкой, что надо убрать цветы из помещения, то есть тоже банальный элитационный режим. Те же самые рекомендации по диете, то что аллергологи не выдают рекомендации по питанию пациентов, кто с полинозами. То есть фактически это падает на пульмонологу, которого для этого времени фактически тоже нет. А уж объяснить, как пользоваться ингалятором, пациент приходит без ингалятора на прием. Соответственно, проверить не только пиковую скорость выдоха или какие-то еще, а просто банально, как он им пользуется. Вообще умеет ли держать в руках, это другая объясня. И как он пользуется этим короткодействующим, тоже отдельно. То есть у нас еще проблемы. То есть у врача довольно много сложностей. Да, даже имея желание и пациента, и врача, вопросы идут, скажем так, организации этой работы вообще. Есть организационный выход, и одно время, так сказать, достаточно широко применялись, так называемые АСМО-школы. К сожалению, в последние годы практически ни в одном регионе Российской Федерации АСМО-школы не работают, потому что не регламентировано ни время проведения, ни место проведения, ни оплата труда. А на самом деле это очень эффективная вещь. Вот астматиков можно в большой группе обучать. Хобликов невозможно обучать в большой группе. Почему? Особенности психики. Ой, мы сейчас про это отдельно поговорим. Это мы поговорим, пожалуйста. А астматиков можно хоть 200 человек собрать и всем показать, и разъяснить. То есть это было бы очень эффективно. Это было бы очень эффективно. Ставился вопрос, вот еще был, когда главным специалистом о профилактике Сергея Анатольевна Бойцова, мы с ним говорили на эту тему, что вот эти центры здоровья, чтобы они занимались как раз образовательными мероприятиями для пациентов. Но пока вот не решен вопрос. Хотя это был бы хороший выход, и можно было бы рассказать, показать. Отработаны программы педагогические давно, ничего тут возобретать не нужно, ничего нового принципиально. Все это работает. Все это работает. Потому что каждому объяснять, конечно, это здорово. У меня нет такого регламента по времени, я лимитирован не ЕМИАС, там никакими вещами, я лимитирован просто своей занятостью. А сколько примерно занимает визит одного пациента, вот по вашему опыту? Ну, полчаса. Те же полчаса? Да, те же полчаса, но я хорошо тренированный человек, понимаете, зачастую диагноз от дверей ставится. Ну, это да. Да, это просто такие навыки, скажем так, компетенции такие. Конечно, молодому врачу это невозможно, абсолютно. И степень подготовленности наших пациентов тоже к визиту специалиста оставляет желать лучшего. А что вы имеете в виду подготовленность пациента? Как он должен быть подготовлен? Ну, вообще, как бы знать элементарно, иметь первичную документацию, с чем он пришел, не просто направительную бумажку, филькинограмму от врача или справочку, что я пошел в флюорограмму, а вообще все-таки какую-то выписку с облаторного этапа, если пациент уже где-то наблюдался. Иметь с собой ингаляторы, которыми ты пользуешься. Иметь дневник пикфлометрии, которым он как-то себя мониторирует. И все данные последних исследований. Ну, если есть возможность, то выписки стационаров, компьютерные диски. То есть это все равно занимает. У нас астма – это один из диагнозов. Как пациент должен узнать про то, что вот он все эти... Ну, должна быть регламентация направления, то есть требования к направлению. Это опять организационный вопрос на самом деле. То есть это не вопрос к конкретному врачу? Это не вопрос к врачу, это вопрос организации труда. Потому что, понимаете, что происходит? Значит, человек пошел к терапевту, терапевт почему-то решил, что он не может лечить астму, потому что это неправильно. Вполне хватает образования, по крайней мере, неосложненную ситуацию лечить. И по-хорошему в пульмонолог должны попадать в ситуацию либо неконтролируемая астма, по каким-то причинам резистентная астма, или вообще не астма, может быть другой диагноз. Вот все. У нас же сваливает все. Одышка к пульмонологу. Это нерациональное расходование силы средств. Каждый терапевт в состоянии освоить джину, либо российские рекомендации, сейчас снова выйдут, ничего там сложного нет. На этом теряется. Далее. Он пришел без сперметрии. Он записался к пульмонологу, он месяц прождал, потом еще ждет неделю сперметрии, потом результат сперметрии приходит к пульмонологу, он опять идет к пульмонологу. Пульмонолог не имеет права выписать льготного лекарственного обеспечения. Не имеет права. Отправляет назад к терапевту. К терапевту, который по своему усмотрению выписывает не то, что надо, по большому счету, а то, что есть и то, что ему кажется. По правилам пульмонолог должен писать в АМНН все возможные комбинации. Знаете, сколько этих комбинаций? Очень много. Очень много. И больного-то хочется еще проконтролировать. И мы-то прекрасно понимаем, что вот этому больному нужно вот этот препарат. Потому что не бывает одинаковых препаратов, даже если там написано, одинаковые вещества, но система доставки разная. И вот для этого больного можно порошковый ингалятор, а этому обязательно нужно дозированный развод. А вот этого как раз терапевт не знает. Нет. Это нюанс. Это нюанс. А получается, это отдали на откуп терапевта, который ориентируется, в общем, на указание сверху. Что закупили вот в этом регионе. Что он может пойти и получить. Знаете, сколько больных в Российской Федерации самостоятельно покупает льготные лекарства, а смотите. Полагаю, много. 35%. 35. Если не больше. Это было, это данные ВОЗовского исследования, независимо, поэтому ему можно доверять, оно правдивое. Это очень много. 35% люди, которым обеспечено бюджетное финансирование, покупают самостоятельные лекарства. Лекарства, кстати, недешевые. Без относительной рекомендации врача. Нет. Ну вот как раз здесь-то ситуация, это получше. Потому что здесь-то он может выбрать. Это мотивированный пациент. И здесь-то он пойдет и купит за свои деньги то, что он считает нужным, и то, что хорошее. Ну, то, что ему прекомендовали. И две беды еще есть. Это ложная информация. Я не против интернета. Я за. Иногда приходится пациентам говорить, знаете, вот с той же эффективностью вы можете с бабушками у подъезда обсудить вопрос вашей болезни или на заборе прочесть. Такой мусор в интернете. Какие-то колдунские методики. Ну, контроль же нет никакого. Никакой, так сказать, вот кому доверять-то. Это вообще очень большой болезненный вопрос. Как у пациента строится доверие к информации медицинского характера, который он получает из разных источников. Да. Например, я помню, мы как-то с вами обсуждали колоссальную приверженность травам. В России традиционно очень любят травы. Совершенно непонятно. Не только. Да. Вот начинается вот эта ситуация. Это народное средство. Послушайте, дорогие мои. Все лекарства – это глубоко народные средства. Они мозгами народа сделаны. Они очищены от всего. Там действующее вещество. И не надо думать, что… И большинство, кстати, препаратов растительного происхождения изначально. Да. И не надо думать, что вы вот траву заварили, какую-то колдунскую, лягуану, японских соловьев. Да. И вот она непременно поможет. Это ложное представление. И не надо противопоставлять. Наоборот, на мой взгляд, вот так называемые народные средства, травы лечения – это очень маленький и очень такой сегмент должен быть. Я не отрицаю полностью, но очень маленький сегмент терапии. Видимо, в голове пациента есть склейка. Народное стало быть безопасное. Химического происхождения, или бог с ним растительного происхождения, но прошедшее через горнило фармкомпании, однозначно ангажировано, бог знает, что туда положили, небезопасно. Нет, ну есть еще момент стоимостный, да, то есть он говорит, ой, я что-нибудь подешевле возьму, травками полечусь, подешевле. Назначили таблетку от кашля. Любимое занятие. И люди не понимают, что для того, чтобы сделать хорошее лекарство, вот с нуля сделать хорошее лекарство, примерно нужно миллиард долларов потратить. Миллиард, я не ошибаюсь. Вот мост крымский стоил 4,5 миллиарда. Вот четверть. 4 лекарства с половиной. Это 4 лекарства испытать полностью по той программе Good Clinical Practice, которая принята во всем мире, получить разрешительные документы, исследовать безопасность. Более того, чем больше в лекарстве описано побочных эффектов, тем лучше она обследована. При этом пациент раскрывает аннотацию или может быть делает это даже заранее, читает все эти побочные эффекты, которые потенциально могут случиться. Бог с ним, что это один случай на миллион обследованных. Ну и он может вообще не связанный с болезнью. Ему, конечно, очень страшно. А у него и так бронхиальная астма. А порядок как раз требует упоминания всех побочных действий, которые случились на этапе клинических испытаний. И чтобы было понять, я приду один очень интересный пример, насколько дорогая современная фармакология. Компания, не буду называть, выпустила прекрасный ингалятор, новая модель, вещество старое, просто было порошковое, его перевели в жидкое вещество, хорошая система доставки. Вдруг в очень солидном журнале несколько лет назад весьма уважаемый человек пишет, что вот в такой системе доставки повышается вероятность развития нарушения ритма. Что делает компания? Она могла сказать, ну сам дурак. Она этого не делает. Она заказывает исследования в 17 странах, 53 точки. Стоимость исследований безумная, порядка 70 миллионов евро, для того, чтобы опровергнуть, а посмотреть, так ли это. В результате оказалось, что это совсем не так. Не так. Да. Но они потратили, и это вызывает уважение. Но эти деньги, они же не с неба валятся. Их нужно заложить в стоимость лекарств, каким-то образом. Поэтому лекарства, хорошие лекарства, они могут быть дешевыми. Они дешевеют со временем, когда появляются дженерики, появляются конкуренции и так далее. В то же время, вот если, например, посмотреть исследование профиля пациента, ну например, с хронической обструктивной болезнью легких. Исследователи пишут, что часто это болезнь низкого социального статуса. Так ли это? Это миф. Это миф. Это миф. Это миф. Действительно преобладают люди, преобладают. Это правда. Там условия жизни определенные, так сказать, пренебрежительное отношение к начальным проявлениям болезни. Это все есть. Но Хоббл можно заболеть и совершенно благополучному человеку. У меня масса таких пациентов. Это миф. Это вообще проблема отдельная, очень недооцененная. Я могу сказать простую цифру. В Соединенных Штатах хроническая обструктивная болезнь легких. Третья причина смерти. После всех сердечно-сосудистых избранных и всей онкологии. Ничего себе. В нашей стране даже зарегистрированных больных в 10 раз меньше, чем должно быть по публикационным исследованиям. А где же они? Они не уявлены. Они не приходят. На начальном этаже терапевты не обращают внимания на малую симптоматику. Они уже попадают в поле зрения с тяжелыми, выраженными проявлениями. Маленькая деталь. Тяжелое обострение Хоббл по 90-дневной летальности значительно превышает трансмуральный инфаркт миокардов. А у нас как бы болезни нет. Плюс шифрование. У него умер больной, его зашифровали не как Хоббл, а как нарушение ритма, любые, так сказать, проявления. Потому что умирает он не от удушья. Он умирает действительно от сердечно-сосудистых осложнений. Вот это шифрование. То есть мы не имеем реальной картины. Мы не можем адекватно собрать и оценить статистику. Плюс особенности. У больных Хоббл развиваются определенные особенности. Их по-разному называют депрессией, но называют так изменение психики. Для них характерно действительно заострение негативных черт личности. Это довольно тяжелый пациент. Ну, особенно, когда тяжелый пациент. Он страдает, он видит малую помощь и не верит. И часто бывает эквитное поведение. То есть попытка получить выгоду. Вы мне все должны. Я вот на вас работал, мне государство должны, врачи должны, родственники должны и так далее. И комплайенс действительно низкий. С ними невозможно работать в большой группе, потому что они между собой начинают конфликтовать. Не потому что они плохие люди. Это влияние болезни на психические процессы. Понимаете? Но зато, если вам удалось реально ему помочь, медикаментозно, вентиляционной поддержке, кислородной терапии по показаниям и так далее, это становится самый приверженный пациент. Что способствует выстраиванию вот таких доверительных отношений с такими сложными пациентами? Правда. И в контакт с родственниками. Я еще стараюсь к таким тяжелым пациентам, чтобы они приходили в сопровождении родственников. И при тяжелом фенотипе ХОПЛа все-таки проводить уточнение ситуации, потому что под маской ХОПЛа может оказаться еще все что угодно. То есть ХОПЛа может быть как маска каких-либо других еще проблем. И чтобы больного не запугать, и он меня правильно понимал, я приглашаю, чтобы не на повторный прием уже с теми обследованиями, которые я рекомендую выполнить, КТ, бодиплитизмография, приходили с родственниками, чтобы я могла более, скажем так, получается, ответ лучше, а не приверженность, я считаю, будет повышаться. И обсуждение с родственниками вопросов и социальных, и медикаментозной поддержки. То есть то, что у всех разное финансовое положение, разные возможности изначально. Поэтому не всех больных надо госпитализировать. Часть больных, это показания госпитализации, это у нас не такие уж и широкие. Поэтому падает большой упор на врачей. На базисную терапию. На базисную терапию, на врачей, которые будут обижать. Я скажу так, я тоже иногда общаюсь с родственниками, на самом деле больному нужно четко объяснить, очень просто, суть болезни, в чем она заключается. И объяснить ему, что если он ничего делать не будет, или делать вопреки, он будет прогрессировать. Не надо запомнивать смертью. Смертью никто не боится, на самом деле. Не боится? Нет. Я даже, знаете, какую вещь даже говорю. Знаете, в нашей стране умереть не страшно. Даже на погребение денег выделят. А вот инвалидам жить нельзя. Качество жизни, да, сразу. Резкое падение качества жизни. И этого боятся. Этого боятся. Потеря самостоятельности. Потеря самостоятельности, зависимость от окружения. Отсюда мужчины этого боятся. В зависимости от близких и неблизких и так далее. Но ему нужно очень четко объяснить суть болезни. Суть болезни. Я говорю, искренне говорю, вот болезнь неизвестного генеза. Есть факторы риска, но мы не знаем, от чего происходит эта болезнь. Которая приводит к нарушению структуры всех легких. И бронхов сужения, и легочная ткань непосредственного формирования эмфиземы или воздушных ловушек. Она неуклонно прогрессирует с разными темпами. Неуклонно прогрессирует. Ее нельзя вылечить, но ее можно контролировать. Ее можно лечить и повысить качество жизни. И прогноз себе улучшить. Вот такой примерно раз. И союзники. То есть как раз все срабатывает, когда ты больного получаешь в союзнике. Комплайнс, он, конечно, красиво звучит. Но я, наверное, предпочитаю, что это был союз больного врача. Потому что фактически оно более емкое даже слово. Фактически вы говорите о взаимоотношениях сотрудничества между врачом и пациентом против единого недруга болезни. То есть только с вашей помощью можно справиться с вашей помощью. То, что от меня зависит, мы готовы вам помогать. Как ни странно, у меня мужчины слышат лучше. Почему-то женщины... У них всегда мнение свое. У женщины всегда есть свое мнение. Это совершенно отдельно. Мы здесь можем подискутировать, у кого на самом деле свое мнение. У женщины... Нет, у женщины одинаково говорим. Причем не одно. И меняется зависимость от общения. Зависимость тела. Но на самом деле действительно вот это союзничество. Я говорю, я вам даю лекарства. Я вам объясняю, как жить, с кем жить и что делать. От вас зависит исполнительность и какие-то вещи. И вот у меня как раз, я считаю, очень успешен человек в плане борьбы с курением. У больных холода большая проблема. Эта проблема не решается административными мерами. Это она решается на уровне начинающих курить с невыраженной зависимостью, подростков. Это нужно заниматься, безусловно. Но когда у человека выраженная никотиновая зависимость, это очень сложно заставить его курить. Очень сложно. Не курить. Не курить, да. И это очень важный момент. Вот действительно любые действия, любые другие начинаются с момента принятия решения. Вот чтобы подтолкнуть к этому решению, да, я ему должен объяснить, что происходит и почему это важно. У меня довольно много больных прекращают курить. При этом я так понимаю, что есть пациенты, которые не прекращают курить. Вот как они это объясняют? Никак. Никак. Зависимость. Ну, видите, как зависимость. Это зависимость. Я не могу. Не хотят. Не хотят. Не хотят. Не хотят ничего менять. Их устраивают. Они будут с кислородными концентраторами, с сигаретами, с зубами. Да, и тут же с сигаретами. Даже то, что они правильно могут получить онкологию, это тоже высокий риск, ассоциированный с курением. Это тоже не пугает. Понимаете, механизм зависимости примерно одинаковый. Будь то наркотики, будь то никотин, будь то алкоголь, будь то пищевое поведение. Примерно одинаковые, так сказать, медиаторы зависимости и так далее. Поэтому эти вопросы любого аддиктивного поведения, как мы говорим, аддиктивное поведение, или даже компьютерное зависимость, они не решаются очень просто. И, к сожалению, в общем, успехи небольшие. Если взять союзники родственников и, например, обсуждать в целом устройство жизни, то это предиктор того, что пациент в большей степени готов отказываться от курения. Это определенно совершенно как бы... Я по больным, в принципе, вижу, кто готов дальше к сотрудничеству, кому нужно предъявить. Это не все пациенты. А как вы это видите? Вот что является дифференцирующим курием? Это жизнь. Да, это скорее уже на уровне ощущений. Понимаете, иногда приходят сверхзаботливые жены. Сверхзаботливые. Да, это да. Вот с ними сотрудничать невозможно. Я вам объясню, почему. Они будут выклевывать мозг. У них, во-первых, свои взгляды. Во-вторых, они будут выклевывать мозг пациенту с уже психическими отклонениями. И кроме раздражения ничего не будет. Этих гражданок, сказать, уважаемые, вы, пожалуйста, обеспечите чистоту в доме. Вот первое. Не надо каждые три минуты говорить, не кури. В доме убирайтесь получше, чтобы поменьше пыли было и апплюлитантов. То есть энергию в мирное русло. И просто отследите, чтобы он все-таки там один-два раза в день все-таки употребил лекарства. Но напоминать один раз, но не десять раз, как любят вот такие сверхзаботливые жены. То есть получается, что вы, как врач пульмонолог, я хотела сказать, что с детьми мне как бы периодически легче. Да что вы? Да. Во-первых, другая возрастная группа. И забота о родителях как-то вот она будет в приоритете. Все-таки, наверное, дети это прямые родственники. Они как-то тебя по-другому слышат на уровне генетики. Что ты реально желаешь помочь, помощь его родителям. Ну, это, наверное, самая простая группа, которая отзывается у меня на лечение. Тем, где вот дети мне помогут. Там есть еще нюанс один. Ну да, там... Он, может быть, звучит не очень красиво. Но на самом деле как раз дети прекрасно понимают, что если наступит англитизация, вот на них ляжет, ты груз какой. Понимаете, когда больной с дыхательной недостаточностью выражено, его нельзя, значит, нужно сиделку нанимать, никуда не уедешь. Это целая проблема. И они-то как раз очень заинтересованы. Супер мотивированы. Пусть это будет на словах звучать по-другому. Просто мы любим там папу или там маму и так далее. Но в реальности подспудно это присутствует. Ну что ж, одно и другое. И это надо использовать почему-то. Да, я это использую. С женами, да. Это, наверное, засада, я хотела сказать. По-другому не сказать. Нет, бывает, конечно. Есть нормальные, есть, конечно, но это вот... Ну, понятно, человеческий факт это никуда не денешь. Ну, пациент уже начинает ругаться на жену уже в процессе разговора. То есть она вмешивается, она 10 раз говорит одно и то же. Это вызывает вспышки гнева, по сути дела. Я зачастую жену отправляю, отправляю документацию, оставляю мужа. И пока она отсутствует, мы совершенно замечательно находим общий язык. И к ее возвращению с поставленными печатями или чем-то еще, мы уже совершенно адекватно общаемся, она получает уже подготовленную ситуацию. То есть пусть она пришла, но дальше мы найдем. То есть пациент вот как бы ценит даже, когда, вот я хотела сказать, удаляем фактор, ну да, источник раздражения. То есть это такая семейная система, которая даже отчасти поддерживает наличие симптомов. Ну, у них протест какой-то идет. У них протестное поведение, да, вот я же сказал слово «эквитное», да, это с одной стороны, с другой стороны, протестное. Вот я буду вопреки, да. Тем более, что, понимаете, надо еще мужскую психологию понимать, он же, в общем, победитель. А тут у него ограничения, и я вот все равно попытаюсь... А мы пытаемся с женами говорить. Я пытаюсь, но если вижу, что жена... А, это мое решение, причем здесь даже уважаемая, может быть, и любимая жена, но решение-то мое должно быть. Понимаете, нельзя заставить того же бросить курить по чьему-то повелению, или потому что начальство не велит. К сожалению. Нельзя. Это должно быть решение самого пациента. Вот точку мотивации найти, да, вот ты все нашел, нащупал ее, тебе повезло. Вот этот несчастный короткий 20-30 минут еще нащупать точку мотивации для лечения, для дальнейшего вообще сотрудничества с этим больным, еще туда же впихнуть психологическую подоплеку, ударить жену, то это, конечно, уникально. То есть, после... А когда такие больные на потоке, вы представляете, во что это превращается? Театр одного актера, и ты выжат до упора. И на следующую больную у тебя вот этого может уже... Не будем жаловаться у гастротролога, в ситуации еще тоже. Да, да, это понятно. Да, мы это знаем прекрасно. Просто перевоплощение, скажем так, требует усилий. Что мы поговорили про детей, поговорили про мужчин, давайте поговорим про женщин. Есть ли какая-то специфика женщин, пациенток с бронхиальной астмой или с хобом, или с другими? Бронхиальная астма и попроще с ними немножечко, они более комплоентные. С хобом все-таки их намного меньше, чем мужчин, безусловно. Это такое сейчас, ну, не то чтобы, не исключение, конечно, но значительно меньше. Кстати, темпы роста, заболеваемости во всем мире по женщинам очень печальные. Но, да нет, не могу сказать, что они сильно отличаются. Там есть еще один фактор, на который можно поддавить, да, как вы выглядите. Это важно? Да, да, да. Иногда говорю, вы в зеркало посмотрите, вот, цвет лица, там, и так далее. Мужчине это бесполезно говорить, а женщине это можно сказать. То есть это дополнительные. Я про массу тела обычно. Про массу тела тоже обязательно. Взгляд в зеркало, у меня зеркала нет в кабинете, поэтому смотреться некуда. Видите, такой лайфхак, можно повесить зеркало. Я ее обмеряю, как бы, особенно больные, кто с подозрением на апною, поэтому, соответственно, они приходят, перекресток у нас очень много. И поэтому у меня измерительные инструменты все есть. И вопрос, как бы, один из вопросов, сколько вы прибавили килограмм за последние три года. И плюс возрастной. С апною ситуация немножко другая. Ну, вот здесь как раз получше ситуация, причем сначала уровень какого-то недоверия, потом, когда сделаешь исследование, немножко больше доверия, а когда мы даем пробную терапию, и вдруг чудеса. Вот первый человек говорит, я не буду спать с аппаратом, я с каким-то хоботом, я туда-сюда, он говорит, пробуйте. Самые лучшие ответчики. Да, пробуйте. Как волшебный. Приходит через три дня, говорит, знаете, я, ну вот, я просто расскажу, у меня мой близкий знакомый, который давно уговаривал, значит, все-таки обследовали тяжелое апною, дали аппарат, через пять дней приходит, мы обычно на пять дней даем пробную терапию. Он говорит, Андрей, ну это удивительно, я впервые за последние 20 лет увидел эротический сон. Боже мой. Приверженность гарантирована, абсолютно. Я смотрю, Андрей Георгиевич, вы просто вот волшебные слова знаете, в особенности для мужской аудитории. Ну, это хорошая мотивация. Я всегда говорю, что мужчину заставить таблетку принять, не то, что уж там какой-то сложный методик, очень сложно. Одна из серьезных мотиваций, это снижение потенции. Кстати, для хобла тоже работает, потому что там тоже работает снижение потенции. Но, опять же, до определенного предела, спекулировать сильно на этом и уповать только на это невозможно. А вот про спекуляцию. Вы говорили про эквитное или так называемое рентное поведение у пациентов с хобл. Как оно проявляется? А очень иногда очень странные формы приобретает. Вы должны мне, вы должны вот это сделать, это диктовать медицинскому персоналу. Всем недовольны. У них сейчас бывает синдром альбатроса, если он вообще по больным пошел. Он ходит к одному, ко второму, третьему, сравнивает показания, сам какое-то решение принимает и так далее. Жалобы пишут? Да, пишут жалобы. Это сутяжничество. Очень характерно для пациентов. Наверное, они пишут, а жены как раз пишут даже чаще. Далее. Мне государство должно, хотя не входит в льготное лекарственное обеспечение, должно. Иногда идут на поводу доктора, выписывают близкие препараты от астмы, ставят астму, там, ну либо как-то обеспечить, отделаться от этой ситуации, отгородиться. Хотя это неправильная, так сказать, ситуация. То есть мне все должны вокруг. И родственники. И родственники. А родственники что должны? Они виноваты в том, что вот уже болезнь развилась, и они мало любят, мало помогают, они очень обидчивые. Такой психологический тип. Агрессивные. На самом деле, вот еще с чем я сталкиваюсь, очень сильно, конечно, так вышибает агрессия пациентов. Даже не то, что ты должен, а агрессия против врача. То есть он к тебе пришел за помощью, и при этом он пришел еще агрессивный. Таких, к счастью, немного. То есть большинство все-таки у меня удается как-то с ними нормально скоммуницировать. Но те, кто агрессивные, конечно, делаешь скидку на болезнь, но обеспечивают тебе. Да, и даже не то, что иногда просто приходят уже. Заведомо с установкой негативной. Да, да. Ну тебе, ну вот что-то, вы-то что-то может мне помочь-то вообще? То есть вот ты... Да мне никто не помог. Да мне там профессор Иванов не помог, а вы-то что тут вообще? Вот такое и есть. Что с этим делать? Как правильно реагировать врачу? Пока не знаем. Мы не знаем механизма вот этой депрессии. Это, в общем-то, субдепрессия, это не классическая депрессия, это субдепрессия. Мы его не знаем. У нас все исследования, которые последних лет были, они все-таки не очень надежные. И не очень... Нельзя сказать, что вот это связано там. Ну понятно, что с уровнем серотонина, там, гамма именно масштабной кислоты, но почему это происходит, мы не знаем. Да? Есть ли у нас, тем не менее, способы как-то улучшить ситуацию? Успех. Как только видят успех, улучшается качество жизни, вот тут он ваш союзник становится. Вот и все. То есть нужно получить первые позитивные результаты от терапии. А вы упомянули... А у меня сработало другое. Почему же неоднократно я воспользовалась как раз она вашей методикой. Что вы имеете в виду? Называется... Ну, у меня это была вынужденная ситуация, а полюбить больного, конечно, вот я не могу сказать, что я готова всех подряд любить. Но вот я вам рассказывала там в Казани, как раз на конференции, уже просто от отчаяния. Просто больного пожили, Людмиле, хорошего. Ну сейчас, мы сейчас все сделаем, ну не волнуйся. Я же на твоей стороне, мы сейчас все поможем, мы вместе все справимся. И вдруг у меня удыхающийся больной. Говорит, доктор, да вы не волнуйтесь. Ну все, я настолько была потрясена, то есть я не ожидала. Как раз перед этим как раз... Такого переключения. Да, то есть я просто реально вот от отчаяния понимаю, что у меня ситуация складывается. Вот, ну действительно, вот никто не виноват о ситуации больной, тяжелой. И уже агрессия у него, она совершенно была правомочная. И она правильно против меня, я уже ничего сделать не могу. И растерянности я его медненький. Ну, давай сейчас вместе. Мы сейчас все сделаем, не только ты не волнуйся, сейчас мы все поможем. Вот я настолько не ожидала, что это сработает. Для меня это было... Как-то вы по-женски его пожалели. Даже не по-женски, я даже не могу сказать, что это сработало. Чисто по-человечески. Знаете, там нюансы много. Там какие-то вот нюансы сработали, и потом я тебе пользовалась. Оно работает. Здорово. Оно работает. Нюансов вообще много. Значит, братья должен выглядеть хорошо. Что вы имеете в виду? Вот как говорил Чехов, человек все должно быть прекрасно, врачу относится особенно. Понимаете, я никогда не разрешал, не разрешая ординаторам, допустим, ходить в джинсах на работу. Я считаю, что это неприлично. Кто-то сначала спорит, а потом понимает, что это хорошо. Кто-то прилично одет, ухожен. От него должно хорошо пахнуть, в конце концов. Почему считаете, что это важно? А это прибавляет уверенности. Врачу? Пациенту? Пациенту. Успешность врача. Он видит успешного человека. Значит, если человек в состоянии обеспечить себе такую... У него не должно быть бардака на столе. Пыли, конечно. Когда он рассказывает о правилах поведения, у него там клоки пыли где-то... Ваш главный враг мелкодисперсная пыль, да? Да, да, да. А тут пришел, тут, значит, аллергены кругом и так далее. Цветы, кошки. Да, это одна ситуация. Вторая ситуация. От врача должна исходить уверенность. Вот не должно быть паники. Вот это то, что рассказывает, это экстремальная ситуация. А в принципе не должно быть паники, должна быть уверенность. Пациент должен понимать, что перед ним человек, который понимает его болезнь, что не надо ему там рассказывать с нуля, да? Что он понимает? Он понимает, как себя вести. Он тогда это вызывает доверие. Иногда перегибают палку некоторые доктора, начинают влезать в подробности, умничать, что очень плохо. А как это звучит? Вот когда доктора умничают, как это выглядит? Ну, использование огромного количества латинизированных ли англоязычных. Ну, прям вот если можно какую-то фразу. Умничание врача. Хорошо, я скажу. Ну, если мы больная, больная хоба. Значит, у вас хроническая абстрактивная болезнь легкая, по-английски это СИО-ПИДИ. Можно еще перевод дать. Он связан с выраженным бронхоспазмом и с ремоделированием легочной ткани. Много умных слов. Применяется в этом случае бета-два агониста, эмхолин-ридички или комбинация двойная, тройная и так далее. В какой момент отключился пациент? Я это, когда услышу текст, мне все понятно. Ничего там неправильного не сказано. Для человека нативного особенно, ну это вообще ничего не знаю. Но коротко объяснить. Допустим, я назначаю препарат. Я говорю, вы знаете, этот препарат, вот он направлен. И надо говорить, что он там действует на такие рецепторы, там выделяются такие медиаторы и так далее. Он расширяет бронхи, например. Он уменьшает там вашу воздушную ловушку, вы можете спокойно выдохнуть, у вас не остается избыточного объема и прочее. Ну и так далее. Вот простыми словами вот это сказать, уверенность и возможность объяснить сложные вещи простыми словами. Это критически важно. Это один из факторов комплайенса, корректное, правильное информирование пациента. Да, и не растекаться мысль, не превращает это в лекционный материал. Ведь в принципе нужно понимать, что не пациент для доктора, а доктор для пациента. Это очень хорошая установка, и зачастую мы забываем об этом в повседневной жизни. И то, что вы сейчас рассказали, вполне объясняет результаты этих самых исследований, которые говорят, что несмотря на особенность психологического статуса, например, пациенты с болезнью Хоббл знают достоверно о своей болезни лишь в третьих случаях. Ой, опять же, очень оптимистическая цифра. Даже так? То есть они знают, например, ну так, по крайней мере, американские исследования показывают, он себя, и да, было опубликовано. Российские данные здесь вполне могут отличаться. 33%, если я ничего не путаю, исследователи дали для пациентов, которые понимают, что эта болезнь а хроническая, б инвалидизирующая, с неуклонно прогрессирующая, смертельная. А оставшиеся, получается, 67%, не знают хотя бы какую-то часть вот этой общей картины. Да, понимаете, приходят люди, которые там десятилетиями кашляют и считают, что это нормально. А что они считают, что у них урви? Нет, они считают, что у нас бранчаткурильщики. Нет такого понятия, во-первых. Он кашляет, и только он приходит тогда, когда у него реально дыхательный недостаточно. Значит, второй степень, не первый, уже второй, вот когда это заметно, это нельзя не заметить. А так, говорит, ну, я, наверное, старею, что-то как-то меньше пройти могу, как-то мышцы устают. И что-то я, и совершенно спокойно ходит народ по земле, по 4-5 обострений в год. Ну, это, говорит, я простил где-то, значит, 4-5. У нас есть понятие, когда хронический бронхит, 2 в течение двух последних, значит, нужно уже насторожиться. Да, ведь никто это не сказал пациенту. А кто это должен был сказать? Терапевт? Терапевт. Терапевт. Должны быть терапевт, должны быть плакаты практически везде. Должны быть средства массовой информации, не ерундой заниматься и тоже красованием, так сказать, между собой, устраивать. А реальная, хорошая практика должна быть. Вот такие вещи простого образования должны быть. Я говорю, что в поликлинике должны висеть экраны, когда больной сидит, он должен на экране видеть хороший, хорошо, есть хорошие фильмы, которые бы рассказывали о сущности болезни, о том, как пользоваться ингалятором, о том, как привести свое жилище в порядок, о том, как контролировать. Там будет пикфулометрия или там астма-контрол-тест, там очень простые. Вот эти вещи. И тогда доктор на приеме не будет тратить время. Вот посмотрел, уже хорошо. Парадоксально получается, мы говорим о том, что с одной стороны есть интернет, где можно найти информацию вообще совершенно по любому вопросу, информации очень-очень много, а с другой стороны достоверной информации, полезной пациенту, получается очень мало. И вот то, что вы говорите, Андрей Георгиевич, что медицинские организации не справляются с функцией образовательной. Не справляются. Да, они не дают достаточной информации пациенту, ровно той точечной, которая нужна именно ему. Потому что эта информация, она требует усилий определенных. Какая-то грустная картина рисуется, может быть, чтобы... Там еще грустнее, на самом деле. Чуть внести оптимистичную ноту. Оптимистичное движение в этом направлении есть, понимание есть, потихонечку все будет налажено. Ну вот если напутствие давать коллегам, которые по ту сторону камеры, которые спасибо слушают нас, что бы вы пожелали врачам-пульмонологам в отношении коммуникации с пациентами, выстраивания комплайнса? Я такую, может быть, крамольную мысль скажу. Я всегда говорю, что профессия врача очень эгоистическая. Не альтруистическая, очень эгоистическая. Потому что, если вы хорошо работаете, вы всегда уважаемый человек, всегда востребованный человек. И для того, чтобы поддержать вот это уважение и востребовательность, будьте образованными. И желаю в новом году, чтобы были все востребованы. И в семье, и среди знакомых, и среди пациентов, и среди коллег. Вот, наверное, так. Замечательно. Виктория Анатольевна, пожелания коллегам? Скажем так, терпения. Терпения, мудрости. И здоровья, главное. Выдержать и скомпоновать правильно все. Начнем с собственного здоровья, скажем так. Это очень правильно. Наверное, с этого постартовать. Остальное все уже ложится. С пульмонологом попроще. Потому что люди, которые идут в пульмонологию, в первые два года болеют бесконечно. Потому что контакты очень большие. Зато потом меньше болеют. Не болеют вовсе. Ну и слава богу. Мы же работаем среди, которые синий гнойная палочка, клепсиела, сипация. Ужас вообще, на самом деле. И по большому счету, просто человек с улицы привезти, внутриболичная инфекция гарантированно. Ну что ж, коллеги, мы, по крайней мере, за время нашего круглого стола сегодняшнего выяснили, что врачи-пульмонологи исключительно устойчивы ко всем жизненным проявлениям, как микроорганизмов и вирусов. Да, так, видимо. И больные. Изменения, которые происходят в медицинской организации, в организации здравоохранения на уровне всей страны. И я благодарю наших сегодняшних гостей. Спасибо вам огромное еще раз за то, что время нашли, возможность прийти сегодня. Мне так интересно рассказать про разные аспекты, мы говорили, коммуникации с пациентами. И не только, гораздо шире. Желаю вам всего самого хорошего. Поддерживая коллег, не болеть, оставаться, так сказать, в ресурсе. Быть уважаемыми людьми, повышать уровень своего образования. И хороших вам пациентов. Продолжение следует...